Здравствуйте, Валерий Константинович, это Ваша мелба дала урожай яблочкой 5 сантиметров, но такое красное, хоть солнце фактически не было, покупала у Сергея Ваши четвертый год его, потом поправилась, пришло еще одно письмо, написано извините, ошиблась на третий, полюбовались. Здравствуйте, Валерий Константинович, приобрел у Вас семена груш подвойных, лукашевку и оккультуренную. Так, посеял, вот, выросли, сеянцы все разные, формы и размер листа, некоторые чем-то похожи на осину, но среди мелких листьев есть побег с огромными листьями, помогите разобраться, что больше там вообще не груши, нет, ну, если я железо высылал груша, то это груша, давайте смотреть, это груша, а дальше, так сказать, вывод потом, это груша, но более культурная, вот, это груша, это груша, все четыре фотографии, так вот, это гибридная груша, у них давно уже, даже эти самые, даже, как сказать, ну, в общем, они, еще раз, у меня смертный сад, опылили их, опылили, отцы, отцы, вот, смотрите, кто в маму, кто в папу, кто в маму, вот это в папу пошел, а дальше, что я вам скажу, будут иголки, дикать, значит, одичало, не будет иголок, нет, вот, короче, я вам, это, голову и сень даю все это груши, другое дело, какой у них вкус будет, лукашевке из семян ждать вкуса, а не дождитесь, так, а, на подводе, прекрасно, я живу в Белгородской области, границ Украины, очень важное письмо, сейчас, латунчик чая, решил заложить сад, заметил, что климат своеобразный, начал искать объяснение, кстати, очень вдумчивый товарищ, только зря он вдумывался, нашел объяснение, что нахожу в зоне, где воздух секает с материка, явление имеет название ось Ваякова, вот, заметьте, там, Белгородская область, да, до этих, до воды, до моря, до океана далеко, ооо, а сравнивать себя с Владивостоком, начал искать похожую климатическую зону, но поиски привлек к Владивостоку, да, наткнулся на видео с питомниками, где описывали зиму точно как у вас, не, ну, прости, я бы не сказал, что Владивосток и Белгородская область, одинаковый климат, вот, немножко Украину знаю, проезжая нашу область, можно посетить три климатические зоны почвы, от чернозема от двух метров глубиной до 20 сантиметров с выступающей материнской породой, вы это знаете, нормально, так, может это у вас литературное здание про выступающую материнскую породу, или ваше личное, так, дальше пропускаю, пропускаю, добрались, достались дармовые саренцы яблони с питомника, людям, работающим питомники дали типа под зарплату, наверное, наказание, да, есть такое, почему у нас питомники переходят на куплю-продажу, найдите дурака, кто бы работал бесплатно, сейчас заказал, кустовая вишня, волосы и всякие другие, собственно, вопрос, как выросить сад, если песчаного чернозема метра полтора, ну, песчаный чернозем, это примерно как горячий лед, вот, или сахарная соль, не знаю, так, теперь, вот, они же песок с грунтовыми водами, зимы всякие, дождевые морозы, не больше двух людей, морозов сильно не бывает, красота, в питомниках, а вот тут он, наш человек, в питомниках продают клюшки на ММ-106, по двое, ну, те самые палки, есть два таких дерева, болеть, сохнуть, если не польешь, а корни, что ли, не достает до воды, а два вообще, походу, карлик, смотрите, и вода рядом, еще и корни не достают, ой, когда от них откажутся, от этих карликов, опять отложил вопрос деревне, опять, ну, то есть, начал кустарниками заниматься, земляник, это все интересно, конечно, малина, шелковица, неведомые растения, с осени стал вопрос посадить яблони, всадят только хрень на проволоках с капельным поливом, вот она, та самая, вот, о чем мы говорили выше, вот, получается, на рынке купил пару сагенцев, откровенный Г, вот, дальше, у вас на вебинаре были фотки, ну, прям в наших садах, столбики, проволочка, капелька, то есть капельный полив, ездил, смотрел на старые советские сады, там деревьям по 30 лет, но запилены до ужаса, и уже больны раком, в общем, дожимают последний, готовят к раскорчевке, специалистов уже нет, у нас хватает только клубнику на пленку сажать, и карлики вражеские закупать контрабандой, ну, этот человек уже вебинары видел, и начал разбираться, сейчас будем разбираться дальше, смотрите, я вот это вот самое буду день не попадя вставлять, вот это вот, откуда это все взялось, знаете, как получилось, значит, отчаянная борьба, что-то люди мечтали, люди хотели иметь, вот, побудилось так, посредственность побудила, победила гене, посредственность, и вот то, вот это, что вот он сейчас вам рассказал, вот получилось, вот это я нашел причину, может, это не это самое, я не обижаю, что ученые обидятся, они все равно меня не знают, у местных жителей спрашивал, кто что говорит, что деревья растут, как только горизонт, внимание, горизонт насыщенной водой хватает, тут уже соли берут и отравляются, по дворам растут дички разные сады, заложенные при СССР, на склонах и буграх, в общем, никак с садами, по дворам есть единичный случай красивые деревья, есть же, ведь умели сады выращивать, тут прям тупик, посоветуй что-нибудь, может, аспирантам задание дайте, пусть они помыслят, я немножко поторопился, помните, я тебе показывал стенды, вот, они уже помыслили, только, еще раз говорю, у них на всю жизнь, и, видимо, они от этого никогда не откажутся, вот, спирай скалечит дерево, так, помните, кислород, вот, почву изувечить, штампы понаделать искусственных, в нижней ветке отрезать, привык к почкой, которая дает страшную рану, вот, карликовая подвоя, и чтобы она не росла, не дай бог, как с нее, как с нее яблоко-то соберешь, ну, что, ну, и так далее, вот это вот аспирантам давать бесполезно, а вот Елена Александровна подарила мне вот такую фотографию, спасибо, Елена Александровна, она мне так нужна была все эти годы, как нужно, вот, дело в том, что, поверьте, еще раз, вот там не зря, у вас, Белгород, господи, это ваш, а, Виктор, ну, хорошо, Виктор, я специально не стал стирать вашу эту самую электронный адрес, общайтесь, нужен совет, кто-то вместо меня напишет, типа, жаль за херню несет, как калечили, так и будем калечить, вот, а карлики, значит, смотрите, вроде бы все логично, ведь эти карли, которые, и вы уже проклинаете, да, они умудрились до воды-то и все метро-два, они, и они, вот, допустим, или там три, ну, судя по всему, это не так просто сказать точно, даже вы не можете, даже я со своими рамками сходу не скажу, вот, но даже здесь получается, и вроде близко, вы подозреваете, что они карлики еще, карлика ве-е-е-е-е-е, и они еще и не достают до воды даже тут, где вода рядом, видите как, и вот эти вот карлики, вроде бы спасение, пусть не для всех, для всех это уродцы, это, как сказать, они не долговечны, они, в Сибири, они точно гибнут миллионами, ну, то есть, миллион прокупят люди, миллион мертвых, это статистика моя личная, вот, Северная Русь тоже, Южная Русь, ну, пожалуйста, пусть занимается, а особенно, это, где близко грунтовой воды, почему бы не посадить карлика, вот это единственное, где может быть от него толк быть, вот, единственное, и то, знаете, первый же мороз, я вот эти сады, которые я увидел на фотографиях, а их я увидел уже сотни, это те самые, которые вы называете распятыми, где-то вот сейчас, красиво написали, сейчас найдем, где-то было красиво написано, ой, тут у меня немножечко и перепуталось, ладно, вот там, про эти самые, или тут, сейчас, 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 или даже ниже, вот, красивые деревья, карлики вражеские, где-то вы прораспятые, хрень на проволочках, ага, вот, в садах садят только хрень на проволоках с капельным пылем, вот, где-то, единственное, говорю, если близко грунтовой воды, маленький шанс есть, и то, я бы выбрал бы корневые отводки яблонь, я бы выбрал корневые отводки слив, вишен, от них, они действительно смогли бы в ваших краях жить, а это, ну что, все начинается с научных садов, там проходит опробование, там почему-то молятся на импорт, на их, эти самые, все, что они используют, на самом-самом юге, у нас все это только минус, к тому же это все дорого, к тому же эти бетонные столбы, это проволока, распятые деревья, обязательно их нужно держать в каких-то границах, потому что невозможна тракторная обработка, а еще надо перекалечить всю почву под ними, вот, а потом бах, одна сорократца зима, вот, что будет делать, человек 5-10 лет занимается, он сам поверит в это, что однажды у него будет, как в Италии, луговые сады, то есть 2-3 года потом, можно их выпиливать, потому что эти 2-3 года, вон какие урожащие, не будет никогда у нас таких урожаев, поминей не будет, а в один прекрасный день, все это мертво, хорошее, бесснежную, морозную зиму, и что, куда деньги ухрохали, зачем, это все импортозамещение, вы называете, дурь это называю я, вот, вот чем кончилась вот эта борьба, ладно, а здесь мой вам совет, начинайте, вам выхода нет просто, потому что вы сами сказали, у вас там одни эти, хрень одна продается, чтобы вот эту хрень не покупать, семян и побольше, и окажется, что вот здесь вот у вас, тут, тут грядочка, там грядочка, там грядочка, или этими, как их называть, полосами, там невысокими, допустим, грядами, садите все подряд, как я садил, вон у меня пришлось это, абрикосы и яблони заглушили, почему, потому что это были, ряд за рядом, это просто питомник, оставлял лучшие из лучших, еще ниже покажу, да, сейчас мешает, да, но я успел и яблок на это, и сорта проверить, пусть абрикосы их задавили, там кое-где абрикосы, абрикосы же задавили, одни вверх пошли, другие вширь, я им не мешал, которые пошли вширь, оказались без этого, без солнца, вот, но начинается-то все с чего, еще раз, садите это, побольше, садите в разных местах, и вы увидите, что, будет то, как у вас, как вы говорите, что вот эти самые, единичный случай, красивый, у дерева, у вас будет сразу лучший сад, в округе, потому что вы откажетесь от того, что вы, сами хреню назвали, и буквой Г, вот это, садите, садите, тут, 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 и окажется, что, тут же рядом, ну, хорошо, у меня, мне повезло, 5-6 метров до воды, я сам выкопал, своими руками колодец, я углубил еще на метр, так, обыкновенный колодец такой, как он, журавлев, дальше, пришла пора, его заварило, ладно, бывает, вот, такой у него хозяин, 20 метров, чуть выше, а, если брать, что у нас небольшой склон, это полсед, на полметра выше, мне начали бурить, колодец этим, уже, как он называется, буровой установкой, на 15 метрах, вода оказалась, тут, 5-6, а там, на 15 метрах, так вот, везде, вот это, вот, это, просто, я, Александр, спасибо за этот снимок, его цены нет, где вы откопали, не знаю, так вот, это очень важный снимок, везде, и всюду, свои условия, здесь будет, копнете метр, ничего не растет, в 3 метрах у вас вырастет, от этого же копания, от Субири, 3-5 метров, и там вдруг у вас вырастет абрикос, высотой 4-х этажный дом, почему, вот, под водой, под землей, своя жизнь, под почвой, вот, и нечего туда лезть, со своими этими, это, вы знаете, не могу, это мне надо, еще раз, специально найти, на сайте, 3 дня, 4 дня назад, телеканал, Баба Бёрк, показал, опять, в который раз, этот сюжет, они садят, яблоньку, естественно, в ямку, положено, все, как надо, да, вот, я, саженец, дерьмовый, это уже сразу говорю, тот самый, с высоким штампом, посреди лета, спасибо, сказали, что, если с горшком, то надо осенью бы желательно, или весной, садят посреди лета, с листьями не обрезают, вы знаете, что они сделали, а сейчас мы вкопаем, и вкопали 2 трубы, для полива, вы знаете, дерево поливать, оказывается, надо через трубы, метровые трубы вкопали, крышечки сделали, чтоб не заилилось, да, и туда будут воду подавать, а им в голову-то приходит, что это самое, что тогда мороз к корням пойдет, ни мозгов, ничего нету, вот захотелось, вот решили, а давайте мы усовершенствуем, вот природа не предусмотрела, так, завелся я, я бы выписал, это заканчивается письмо, я бы выписал, а, это нет, я отвечал на это письмо, в письменном виде, я бы выписал у меня абрикосы Бродского, мои абрикосы Ассорти, там много с кровью, европейских, сливы китайские, лишастепные, воссе, заметьте, я упомянул, то, что корни короткие, ну, так, образно говоря, сливы китайские, лишастепные, воссе, а абрикосы, ну, Ассорти как? Европейские абрикосы, они мельчие, от дальневосточных. Что такое кровь для восточных? Это значит манчжорцы, манчжорцы, это трехэтажные деревья, ну, высотой, трехэтажный дом, европейцы уступают значит они будут покороче у меня такие есть не такие уж они крупные вот там где переплыли с европейцами и это глядишь и у вас могут жить подальше я пишу это есть мой любимый метод тыка что под поверхностью мы не знаем все что можно вырастет как синица в руках а на ваш страх и риск самый роскошный сорта абрикосов слив вишен череша но это не обязательно вот я бы конечно посадил ваше письмо более подробно прокомментирую на одном из семинаров вебинаров каталог высылаю вот я был вынужден взять это письмо личное письмо вот он мне может не поверить поэтому получите счет кого-то вот видите адрес ответ да же согласен да железом не согласен почему потому что иначе никак все настолько неоднозначно вот попробуй как там полтора-два метра до воды абрикос могучий посади где гарантия что в этом десяти метрах как раз-то и близко воды нет мы в одном месте копнули ямку а вода и считаем что везде вода ладно вот эту вот красивую фотографию мне прислал виталий багринцев это дальний восток вот а дальше посмотрите мне так понравилось это письмо что я вас с ним знакомлю здравствуй лея константинович это вот эти вот груши я его раньше присылал мне эти фотки вот это фото здорово да пролетели пять лет как я заразился абрикосами прошлом году первое тело академик видите вся школа это самый вкусный из амерщик у меня абрикосов кстати чернобаев вы хорошо знаете академик из всех культурных абрикосов в его семье считают самый невкусный то есть королевский там серафим свои на естественно рыжий вкуснее академика вот академик он спилил чернобаев я ему потом сказал что я это самое в следующий раз возьму ружье застреливаюсь он еще один такой поэтому академик который он а ну я с ним уже было семь лет он отдал семь ведер плоды были больше яиц так вот он его еще год-два он ему надоел потому что не знали куда девать столько плоду плоды на его взгляд не самые то есть не вкусно но не самые вкусные он успевел за что это я после этого я и придумал если есть что-то уникальное приезжает комиссия и вот потому что хватит уже дурью маяться в этих научных садах потому что уже все давно нами уже все изобретено все есть вот нашли уникальную вещь вроде моего этого для меня какое самое ценное дерево не академик вот с этими плодами видели что в руках держала бы крупные плоды не не академик мальчуриц патриарх вот самое ценное и на нем должна быть табличка вот находится под защитой государства вот как памятник но это еще не памятник конечно как выдающаяся вещь хозяину это самое самое назначается смотрящим охраны вот патроны бесплатные вдруг кто-то это но если хозяин его спирит здесь нет тюрьмы вот так должно быть когда у нас уникальные вещи так ну читаем дальше это самый курс и замечание абрикос в этом году он не подносил хотят все лобильно сказали с возвратной заморозки со снегом во время светения начинают свести раньше все числа 4-6 мая манджурцы чуть попозже я выписывал манджурцы у вас для подвоя три саленца все оказались разные правильно я их называю сыновья манджурцы у них разные папы так я их так и не привил дождался урожая а вот теперь собрав косточки буду ориентироваться по вкусовым качествам так же в этом году первое засел персика бронского цветет он позже абрикоса посажен сеянцем ни на что не прививался плоды пока мелковатые но ему еще расти полтора месяца ну и так далее смотрим теперь сюда смотрите казалось бы ну что особенно ну абрикос ну растет вот на Назаре Востоке что же еще должно расти как не абрикос смотрите сюда а вот она школа железово узнаете вот это не посадка дебильная что эти знаете когда я уже в одном из вебинаров или в каком-то из фильмов показывал я взял там этот самый а фильм снимал почему я показывал экран экран снимал с экрана а они там берут у них мягкая упаковка была корни вроде бы закрытая система а так как видно было что или туда саженец только вставили в этот землей дуре присыпали или он уже разболтался потому что они когда его закапывали в ямку они отвернулись и чтобы не видно было что корни голые а я то набитый глаз я видел то есть дурью маялись естественно что посреди лета потом выкопают и выбросят после съемки а нас то учат этому вот это было ну естественно посадка в ямку они до сих пор не знают что есть альтернатива откуда им знать то они же эти шоумены они садоводы этих которых феями называют платонова ганечкина господи какое это бедствие для нашей страны ужас какой-то страна не знает смотрят и повторяют за ними а вот оно настоящее это ну естественно что посадил он как ганечка с платона уже обзгнили а здесь что мы имеем вот это я так догадываюсь что это персик бродского в котором еще расти и расти вот это я догадываюсь что это это все они смоджутся моего тут не догадаться так прошел ровно час я на кухню подогреть чай я вам даю три минуты перерыва сеянцы бродского я жду когда он сейчас позвонит он позвонил прям перед этим он хотел может ли не позвонит он называется в чем душа держится и помощь нему обратилась такая что зачем-то передом выкрыли гигантскую яму а они же все затоплено сейчас идут сплошные дожди так и вот это за это гигантской ямы ни к нему не может скорая помощь подъехать вообще никто в общем вот такая история и в общем так что это называется чуть ли не сладкая месть потому что нашлись доброход и хорошие люди они взяли и они взяли и ну как бы пожаловались настучали на место власть на место власть а ведь он учитель сорокалетним стажем там сотни учеников там ученики да я ничего понять не могу почему надо было с оренбурга или что-то куда-то приехать чтобы властям устроить скандал на конца но вы же знаете как вот сейчас это неважно ты просто старик или ты выдающийся старик вот у нас красные книги для людей не изобрели вот я ему только сказал что василий что я могу сделать я могу про это рассказать вот так вслух громко я могу это передать у тебя привет я могу сказать посмотри какие чудеса вот этим деревом три года во время съемки три года четыре месяца я посадил почему я должен сказать об этом почему это не наука как оказалось что броски белок на нашей стороне на стороне садов любителей вот это просто удивительное дело ведь посмотрите держу в руке горсть косточек посадил поздно пришли поздно май месяц вот константинович испытай выросла 18 штук 9 будут ряд растут остальные пришлось пересаживать чуть не раздавать места нет посажены густо что получилось вот самое главное я почему вернулся к этой теме посадил косточки как плачу мне раскапывает участок косточки надо садить черную землю я не стал ничего ничего завозить не эту землю просто здесь была целина но много лет как края края огорода дальше картофельное поле края огорода где ни разу не пахалась но может быть лет десять а может быть 20 а может никогда ну то есть тех пор как расчертили на эти возле забора всегда знаете а тут небольшой склон я дал команду мне раскопали до черного то есть обычно грядку сделали я посадил за слаб мало поздно было мне сертификация ничего не было каждое пято получилось там это 18 штук и когда они начали расти половину выкопал проредил дальше ничего заметьте первый год меня с низко распорил все больше я к ним не подходил вообще это считается страшно это вы знаете целые книги написаны что делать таких случаях это ужас я вас потом специально я взял одну вот так фотографии дел ну то есть каждую страницу вы когда прочете что надо делать вы придете в дикий ужас а кто эту книгу написала а и 2 однако речь и другой ганечкина и платона просто надергать а я же у меня глаз набиты фразы все те же фотографии все те же просто надергать надергать со всех что получилось толстая книга и вот смотрите альтернатива толстенная книга я я специально там когда вы начнете читать что надо делать в саду какой подбор микроэлементов этих самых когда я уже не говорю о том что надо искалечить и проще вы придете вместе со мной в ужас за что ведь это же книга написана энциклопедия значит для людей ведь это же не 5 экземпляров там для 5 академиков просчет это для людей когда они прочтут это не это страшно это вот понимаете чек сбрал вот этот как вредитель как вредитель самый настоящий вредитель и вот это посмотрите альтернативу вот он броски вот его косточки вот его скорая которая называет компотная ну компотная на что они не самые сладкие но ни одного листочка с эти самые никак не прошу не не ну прошу от не подходит слова не 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 ни с чем но вообще вы видите перед вами вы знаете что я клянусь богом я уже вынужден который раз это делать на 101 потому что это невозможно поверить что я ко всех пор только коса трава остается на месте вообще к ним не подходил ничего не делал ничего и теперь берем энциклопедию и тут было бы пустое место ведь это же сибирь здесь дерево надо обойти его стороной как можно дальше знаете почему еще я ничего не забыл появились плоды нельзя их это трясти нельзя срывать плоды плодушки погибнут зимой нельзя подходить нельзя нарушать этот слой эти вы бы видели как эти самые феи как эти как назвать так это слово ты не подберешь шаманские пряски устраивали представляете прыгают вокруг деревьев ведь это святое запоминайте потому что вы первый раз это слышите от меня все время забываю сказать ну один раз в одном из 400 фильмов кто из вас их видел еще раз говорю как выпал снег закрыл почву ни одного следа вашего близко в десяти метрах не должно быть вот тогда только снеговой покров не трон тогда только теплозащита работает тогда все работает эти прыгают вокруг дерева устраивать пряски и знать как называет снегозадержанием вас дерево просит чтобы вас снегозадержанием занимались или почву вот это дурь причем это же надо еще прыгать ну ладно если ты похудеть хочешь тебя 120 килограмм попрыгаешь может быть 119 но нормальным то людям за что это надо то каторга это бесконечная каторга с весны до осени на каждый день придумать есть специальные книги где на каждый день вам придумана работа на каждый день если вы не вот эта фотография не стал бы этого говорить да прыгайте вы ради бога но вы даже знать что вы калечите снеговой наст который должен быть также не тронутый появляется проблема как же без них под настом знаете как мыши хорошо особенно когда твердые его не может пробить не лисица не коршун вот тут начинаются проблемы вот но проходит пять лет с тех допустим да вот как сейчас а деревом мощнючая то есть ему данный момент как цифра 5 это литературный сточек до пяти лет защищать от мышей после пяти уже можете не защищать то есть уже не по зубам но цифра 5 условная пять лет почему вспомните пришлите мне посылки пятилетние саженцы я хочу чтоб сразу плодоносили ну то есть кто-то видел жалкий саженец полтора полутора метровый думает что можете правду посылку засунут а вот тут три года и три месяца или четыре месяца до какая посылка но уже его никто не то этот самый мышц а уж тут то уже все прыгает вокруг него а против мышей другие средства есть чем пряску устраивать главное защитить от мороза анаст этого главная защита от нас не снеговой покров защита от мороза ладно еще раз это броски это саженцы которым не подходили и вот эту энциклопедию ну вот понимаете у каждого на даче есть нужник так называемый помните вот вот эту книгу и плохо если у него лист лист эти твердые эти самые страницы вот так бы это лучшее место на гвоздике вот вот вам яркий пример не взял и никто не взяли эти бесконечные дожди ладно еще получается думал дальше спокойно буду говорить не вышло не вышло одна радость что да я это самое бором против науки одна радость что они меня ничего плохо то есть нам похоже не будет потому что они про нас не знают вот и никогда не узнают так где мы тут остановились красота какая я же им 300 фильмов высылал на телеканал бобер но у них же это самое хоть какое-то понятие то есть что надо же в конце концов когда ты людей учить то не убивать деревья растить деревья вот это же не просто это багринцев и 5 лет дружим с ним он мне поверил пять лет назад поверил он броска